Выбок уважаемый президиум, уважаемые коллеги, хочу пару слов сказать о выборе темы этого доклада. Тема количественной оценки, она не нова. Например, лаборатория Борского Алексея Васильевича активно занимается оценкой фиброзных изменений, жирового гепатоза у различных групп пациентов. Но мы стараемся сейчас смотреть по другим углам на диффузные изменения именно в контексте врача-онколога, именно в онкологической практике. Конечно же, функции печени для всех все знают. И благодаря развивающейся медицине, а медицина не стоит на месте, врач-рентгенолог, врач-ультразвуковой диагност, должен дать данные врачу-онкологу, кроме локализации очага, какой очаг, мы должны еще рассказать немного больше информации о наличии каких-то более выраженных поражений, которые могут как-то влиять на тактику ведения, лечения пациента. На данном слайде представлены стадии диффузных изменений печени. Все знают, что это хронические вирусные гепатиты влияют на печень, алкогольные гепатиты. Также и метаболический синдром, другие факторы риска влияют на печень, и развивается диффузный жировой гепатоз. В конечном итоге все диффузные изменения приводят к циррозу печени и у ряда пациентов к гепатоцеллюлярной карциноме. Зачем же онкологу нужно знать о наличии именно диффузных изменений в печени? Сразу хочу сказать, что в своей презентации не будем говорить про вирусные гепатиты. Это тема отдельных лекций. И здесь будет немножко дан аспект упорно на другую патологию. Соответственно, первое, почему мы можем думать о том, что есть какие-то изменения, это лекарственные повреждения печени именно у онкологических пациентов. Это довольно актуальная тема, потому что лекарственные поражения печени – это около 10% всех побочных реакций в Российской Федерации. Острые повреждения печени, заканчивающиеся иногда фатально, регистрируются у 2,7% случаев госпитализированных больных. Это довольно большая цифра. И до 40 тысяч смертей в год обусловлены именно лекарственным поражением. Лекарства могут быть причиной как хронического поражения печени с дальнейшим формированием фиброза с исходом в цирроз. Выделяется несколько типов нежелательных реакций при приеме лекарственных препаратов. В контексте химиотерапии самыми интересными являются три последних типа. Это непредсказуемые дозы независимые, это реакции, связанные с длительной терапией и отсроченные эффекты лекарственных препаратов. По поводу химиотерапии нужно обратить особое внимание на то, что ранее существующие заболевания печени, либо генетическая чувствительность, либо метастазы в печени могут влиять на развитие диффузных изменений в печени на фоне химиотерапии. Повреждение также может быть как обратимым, так и необратимым. На это влияет очень множество факторов как пациента, так и химиотерапевтических препаратов. Во время длительного лечения, конечно же, требуется тщательная оценка функций печени. Также химиопрепараты вызывают непосредственную гепотоксичность и усиливают уже существующие изменения. Еще раз про механизмы развития. Могут прямые быть, которые воздействуют сразу на гепатоциты, могут косвенные через изменение кровотока в печени. Нас в этой схеме больше всего интересует идиосинкразия, потому что она больше всего присутствует у пациентов на фоне химиотерапии. По степени тяжести выделяют четыре степени тяжести, от легкой до фатальной. В зависимости от этого есть определенные критерии, основанные больше на лабораторных данных при повышении различных печеночных ферментов печени. На данном слайде представлены препараты. Вы видите, какое огромное количество химиотерапевтических препаратов может влиять на печень, на изменения лабораторных показателей. Соответственно, эта тема достаточно актуальна в контексте онкологии. Выделяет несколько форм повреждения. Гепатоцеллюлярный, холестатический, смешанный, сосудистый. Это синдром синусоидальной обструкции. Выделяет лекарственную индуцированность стеатоз и гранулематозный тип. Отдельно хотелось бы отметить, что в литературе описаны данные, как стеатогепатит, связанные с проведением химиотерапии. Это выделяется отдельная градация под эту патологию. Пару слов о патогенезе. Под действием химиотерапевтических препаратов происходит ингибирование бета-откислей, в митохондриях выделяются активные формы кислородов. И, конечно же, под действием перекисного окисления липидов происходит либо химиосоцированность стеатогепатит, либо активация звездчатых клеток с воспалением фиброза и гибелью клеток. Конечно же, на все эти процессы влияют еще факторы, помимо химиотерапии. Это онкоанамнез в виде метастазов, как уже было сказано ранее. Также множество зависит от пациентов. Есть ли метаболический синдром, принимает ли пациент алкоголь в каких-то гептотоксичных дозах, хронические заболевания печени, либо ранее предшествующая химиотерапия. Пару слов о наиболее известных препаратах, которые влияют на развитие жирового гепатоза, с последствием стеатогепатит. Вообще, первое поражение печени, в принципе, лекарственное поражение печени, было описано не так давно, в 1950-х годах, на основании клинических данных. Жировой гепатоз только развивается, эта тема активно. Вот наиболее исследуемый этот амоксифен. У 40 пациентов может развиваться стеатогепатит. И среднее время от начала стеатоза, когда мы видим нормальную печень, и печень с накоплением липидов составляет 22 месяца, по данным литературы. Второй наиболее часто используемый препарат, 5-2 урацил, приводит к возникновению стеатоза от 30 до 47% пациентов. Также очень часто используется ринтекан. В 20% случаев вызывается стеатогепатит. Ну и метатриксат, у него кумулятивный эффект, наблюдается достаточно часто повышение трансаминаз. Второе, зачем нам нужно знать про диффузные изменения печени, это предоперационная подготовка пациентам перед различными манипуляциями на печень в виде гемогипотектомии в зависимости от наличия метастазов, локализации метастазов. О функциональных резервах печени было известно еще в Древней Греции, когда уже у Прометея описывали, что печень за ночь вырастала, и ворон прилетал и клевал каждое утро печень. Соответственно, задачи, как врачей-диагностов, перед хирургами стоит 4 задачи. 3-3 задачи, четвертая уже от колоков. Первая задача – это определение функционального резерва. В ряде случаев может, конечно же, от этого изменяться тактика лечения. Прогнозирование предотвращения постоперационных осложнений и оценка регенераторного потенциала. Функциональный резерв печени. По данным литературы существует два мнения. Остаточный объем паренхемы должен оставляться 20%, если это нормальная паренхема, 30%, то есть если есть какие-то изменения диффузные. Другой ряд авторов утверждает, что 25% печени должно оставляться, если нормальная функционирующая паренхема. Но хотелось бы особое внимание уделить тому, что остаточный объем остатка не эквивалентен адекватной функции печени. На данном слайде представлены основные цифры по регенерации печени. Тут это в нормальной печени. Через 10-12 дней может увеличиваться объем оставшейся паренхемы вдвое. То есть очень активно идет процесс клеточной пролиферации. Пострезекционная регенерация включает в себя две стадии. Это пролиферация и клеточная гипертрофия. Очень много факторов, которые могут изменять этот процесс, снижать пролиферацию, потому что для активного клеточного роста нам нужна энергия. Энергии нет. Соответственно, в связи с наличием диффузных изменений, нет энергии, нет особо роста печени. И если есть какое-то наличие диффузных изменений в печени, неправильно интерпретировано функциональный резерв, то очень высокий риск послеоперационных осложнений и в виде смертности до 75%. Особенности регенерации, что до 40% восстановительные процессы идут медленно, потому что у нас маленький объем печени удален. Если одномоментно большая резекция, быстрое возобновление массы, но если более 80%, наоборот, снижается регенераторный процесс за счет отсутствия нужного энергетического потенциала. По данным литературы, не так много источников пока по этому вопросу. Есть данные, что чем больше циклов химиотерапии, конечно же, больше развиваются какие-то диффузные изменения в печени. И чем больше циклов химиотерапии, тем хуже восстановительный процесс протекает в печени. По поводу методов оценки, конечно же, клинико-лабораторные методы и биохимические анализы крови лабораторные данные должны стоять на первом месте. Всегда перед химиотерапией, перед определенными блоками, анализируются и жалобы, и осмотр проводятся, и в обязательном порядке основные биохимические показатели крови берутся. Также есть инструментальные, это неинвазивные, и в ряде случаев используются, конечно же, инвазивные методы. Ну, а теорию можно перейти к практике. Конечно же, должна быть тесная связь между врачом ультразвуковой диагностики и врачом-онкологом. Мы должны помогать пациенту, должны работать в одной команде, чтобы определить дальнейшее ведение, наблюдение пациента. В B-режиме, конечно же, не так много мы можем сказать информации. Да, это первая линия в диагностике, и нам направляют пациентов с отделений на фоне лечения с повышением трансаминаз на 10%. И, конечно же, в B-режиме мы очень крайне редко можем сказать, что если есть какие-то изменения в виде, например, холестаза или веноклюзионной болезни. И, конечно же, по B-режиму это субъективная оценка и низкая эффективность, как я сказала, при начальных каких-то изменений. Также разный оператор может говорить о том, есть ли изменения, нет изменений. Это, конечно же, затрудняет тактику дальнейшего наблюдения пациента. Раньше для оценки фиброза печени использовалась эластография и биопсия. Здесь не написано. Для стеатоза использовалась МРТ или биопсия. А воспалительный компонент определялся только по данным биопсии. Сейчас есть возможности в ультразвуковых аппаратах, которые оценивают как фиброз, так и стеатоз. И также новая функция воспалительных изменений можно оценить. Об этом скажу немножко позднее. Соответственно, есть разные аппараты, разная графическая интерпретация данных по оценке изменений в печени. Ключевой момент, что мы можем видеть паренхему печени, оценить сначала ее в B-режиме, потом при правильном визуальном окне мы можем оценить количественные значения, правильно оценить по различным показателям. Ну и дальше дать уже заключение врачам-онкологам о том, есть ли какие-то изменения или нет. Фиброзные изменения в печени давно уже исследуются. Шкалы неинвазивной оценки фиброза коррелируют с метавир. У научной лаборатории Борского Алексея Васильевича есть таблицы по астометрии печени. Конечно же, они подходят не ко всем ультразвуковым аппаратам. Нужно смотреть, разговаривать с аппликаторами. Но это считается универсальной таблицей. Вторая методика, которая может оценивать диффузные изменения в печени, это, конечно же, определение индекса аттенуации, количественной оценки затухания, коэффициента затухания ультразвуковой волны. Высокая точность при минимальных изменениях, то есть если в B-режиме мы не видим еще, есть ли наличие жирового гепатоза, по количественной оценке мы можем уже сказать, что да, данные изменения есть. Это количественный показатель. И здесь у меня приведена ниже статья. Она новая, ноябрь 2022 года. В ней сравнивалась магнитно-резонансная томография, фракция жира, и количественная оценка по УЗИ. И точность коррелирует между собой. Новейшая методика, и относительно пока мало изученная, это дисперсия сдвиговых волн, это оценка воспалительных изменений в печени. Так как печень – это вязкоупругая среда, соответственно, скорость сдвиговых волн может меняться, и в зависимости от наличия вязкости ткани, от распространения сдвиговых волн наблюдается дисперсия. Соответственно, по цветовой кодировке и количественным данным мы можем косвенно судить о том, есть ли какие-то воспаления в печени или нет. Пару клинических примеров из нашей практики о оценке диффузных изменений. Первое наблюдение – пациентка, неотягощенная намность, пришла в рамках скрининга на ультразвуковое исследование. Не буду подробно останавливаться о критериях оценки визуально-жирового гепатоза по Б-режиму. Здесь представлена картинка, которая наиболее часто оперирует врачи ультразвуковой диагностики, сравнение паренхем печени и коры почки. Здесь мы видим, что нет изменений, а по данным количественным мы можем уже видим, что есть небольшой жировой гепатоз. Пациентка была направлена к гастроэнтерологу для дальнейших исследований. Вторая пациентка – рак молочной железы и проходит химиотерапию. Пришла с проблемой жалобы на боль в правом подреберье, усиливающуюся после приема в пище. По данным биохимического анализа крови, можно заметить, что есть небольшие несущественные изменения, повышение АЛТ и АСТ, и у пациентки присутствует ожирение. Соответственно, пришла с целью исключения острого процесса. По количественным данным, можно заметить, что есть уже фиброзные изменения в печени, высокий индекс фиброза, есть стеатоз второй степени, и есть первая степень воспалительные изменения. Также была направлена к лечащему врачу для выяснения дальнейших действий. Третья пациентка наблюдается по поводу ракомолочной железы, проходит комплексную терапию тамоксифеном. Нет жалоб, просто в динамике пришла на контрольное исследование. И была выполнена, и мы видим, что в Б-режиме не замечено никаких изменений в виде жирового гипотоза, была выполнена количественная оценка, и присутствуют первой степени фиброз и первой степени стеатоз. В следующем клиническом наблюдении пациентка после комплексного лечения лучевой на фоне гормонотерапии, здесь у пациентки аромазин гормонотерапия, которая по данному литературы аромазин не влияет никак на изменение печени. Соответственно, по данным эластографии можно заметить фиброз первой степени количественными данными и индекс воспалительной активности равный первой степени. Последнее наблюдение. Пациентка получила лечение по поводу рака молочной железы, и также в анамнезе лимфомы тоже было получено лечение в 2000 году. Также небольшие повышения есть только АЛТ, АСТ в норме, щелочная фазфатаза в норме, вес не выходит за рамки нормального, и наблюдение в динамике. Выполнена количественная эластография, определение фиброза, жирового гепатоза, воспаления. И по данным, представленным на слайде, можно увидеть, что есть количественные данные по табличке, которые соответствуют наличию жирового гепатоза и первой степени воспалительной активности. Подводя итоги, хочу сказать, что данная методика довольно перспективная в оценке именно в онкологической практике. Нам сейчас только начинает использоваться пока. Это, конечно же, неинвазивность, отсутствует лучевой нагрузки. Также мы визуально видим печень, мы можем сравнить участки наиболее доступные количественным измерениям на большой площади, исследуемые. Мы в количественных значениях можем минимальные изменения найти и выявить. В ряде случаев данная методика может заменять инвазивные вмешательства. Ну и, конечно же, на фоне наблюдения пациентов, на фоне химиотерапии при повышении, при показаниях к проведению данной методики. Важно помнить, что данная методика не является истиной в последней инстанции. Конечно же, она должна интерпретироваться как врачами ультразвуковой диагностики, так и врачами-клиницистами. Должен присутствовать индивидуальный подход к каждому пациенту с выяснением анамнеза, насколько это лекарственное поражение, может быть, есть какие-то другие факторы риска. И эластография, только часть принятия решения, все должно обсуждаться на мультидисциплинарной комиссии несколькими врачами. Спасибо за внимание.